Мария Гайдар дала первую открытую пресс-конференцию в Одессе. Сейчас она исполняет обязанности заместителя главы облгосадминистрации Михаила Саакашвили. Новая одесская чиновница рассказала о своем гражданстве, доходах, о прошлое и будущей деятельности, а также о проблемах переселенцев, беспризорников и волонтеров. Что отвечала Мария Гайдар журналистам, знает Ольга Голодова. На встречу с журналистами, исполняющие обязанности заместителя главы Одесской ОГА, Мария Гайдар пришла с небольшим опозданием. Сейчас Мария Гайдар находится на трехмесячном испытательном сроке. Пока никакой зарплаты точно не получала. И пока, я так понимаю, что документы непосредственно о моем назначении тоже еще не подписаны. Чем конкретно будет заниматься Мария Гайдар, пока непонятно. Сама она свои функции не определила. Говорит про социальную сферу. Я вижу свою задачу – это социальная сфера, но социальная сфера настолько многогранна, что все, что угодно можно отнести к социальной сфере. Хоть вопрос экологии, детства, молодежи, благотворительные организации некоммерческие. Естественно, я не буду заниматься всеми этими вопросами. По словам Марии Гайдар, ее команда будет находить людей. Они, по идее, и разработают план действий для решения конкретных проблем по каждому названному направлению. Новый зам называет главные проблемы Одесского региона – коррупция, отсутствие должного контроля в социальных вопросах со стороны гражданских организаций и проблема беженцев. Это, конечно же, проблема беженцев. Эту проблему надо решать. Решать ее надо срочно. Люди, опять-таки, четко должны понимать, какое у них будет будущее, что мы сможем им предложить. Ну, также очень острая проблема – то, что я вижу, это проблема беспризорников. По разным подсчетам их около тысячи человек. Многие из них употребляют, опять-таки, по той информации, которой есть, наркотики. Мария Гайдар все еще гражданка России. Напомню, этот факт недавно возмутил одесских волонтеров. По закону Украины двойное гражданство запрещено. Такой очень для меня, очень для меня такой очень сложный, на самом деле, вопрос. Я действительно говорила, что я не хотела отказываться от российского гражданства. Если для того, чтобы это было возможно, нужно отказаться от гражданства, я откажусь. Я не получила еще израильское гражданство. Я пока планирую приостановить этот процесс. И его получать не буду. Я не получила еще украинское гражданство. Я оформляю документы. Брифинг длился не больше часа. Дату следующей встречи с журналистами пока не назвали. Ольга Голодова, Сергей Чумаков, 7 канал.